Сейчас в настоящее время, когда на улице плюсовая температура, нормально, 23 градуса сейчас у меня в квартире. Было холодно, когда было 19-20. Поэтому и не снимают с себя жители поселка Южный, дома теплых вещей. И чем ниже температура за окном, тем больше переживают. В слове метеозависимость южане разглядели даже новый смысл. С прошлого года, как пришла компания, вначале были проблемы, а потом вроде наладилось, все нормально было. Ну вот и думаем, что нынче-то, может быть, все наладится. Из-за жалоб жителей инспекция теплосетевого подразделения СГК решила провести дополнительный рейд и проверить, обоснованы ли претензии. Первая точка – элеваторный узел в подвале многоэтажки, откуда тепло распределяется по всему дому. Мы обследовали тепловой пункт, замерили параметры на элеваторном узле, сняли параметры по температуре и подавлению, убедились, что все параметры соответствуют нормативным значениям. А затем поднялись и в квартиры. Здесь представители тепловой компании встретились с возмущением. Мол, зачем проверять температуру в доме, когда на улице выше ноля. Зимой-то холодно. Специалисты разъясняют, погода в доме зависит от нескольких факторов. Подготовлен ли дом к зиме, верно ли выполнена регулировка системы отопления, чтобы тепла хватило всем квартирам. Да и замеры жильцами не всегда объективны. Настенным градусникам, говорят инспекторы, не стоит доверять. Еще один фактор – изношенные коммунальные сети, которые могут просто не выдержать резкого изменения температуры теплоносителя. Видите, здесь с плюса в глубокий минус, потом опять в плюс. Надо понимать, что мы не можем днем задавать одну температуру, к вечеру резкое похолодание, резко поднимать эту температуру. Потому что данный поселок, сети поселка к нам перешли в конце 2019 года. Износ сетей порядка 93%. Ну, резкие такие скачки температуры могут привести к повреждениям сетей. Сотрудники компании уверяют, что все проблемы в поселке стараются устранять своевременно. И заявляют, когда за окном установятся стабильные морозы, то и дома всегда будет тепло. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.